МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужно понять и объяснить, что это было. Или не хотят повторения кошмарной встречи. Ведь завтра снова в море. След от непонятности. Океан действительно система или организм очень непознанный человеком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На рубеже 2012 года, года морского дракона по древнему восточному календарю, по всему миру от Азии до Европы произошла целая серия морских кораблекрушений. Январь 2011 года. Пожар на пароме у острова Ява. Июль 2011-го. В России на Куйбышевском водохранилище тонет теплоход Булгария. В сентябре этого же года терпит крушение паром у берегов Танзании. Февраль 2012-го. Папуа-Новая Гвинея снова затонул паром. В том же феврале крушение парома в Италии. В марте 2012-го года перевернулся паром в Бангладеш. Продолжение сериала уже в Средиземном море. Спустя всего полгода после крушения Булгарией в январе 2012-го терпит бедствие итальянский лайнер Коста-Конкордия. Будет ли продолжение необъяснимых кораблекрушений? Многие загадочные истории не в состоянии объяснить не то, что рядовые члены морского сообщества, но даже ученые. Но мы знаем массу явлений, которые раньше приписывались драконам, морским змеям. Но с развитием технических средств наблюдения и регистрации таких явлений не прибавилось, а некоторые попросту исчезли. Гибель корабля в бою в результате торпедной или воздушной атаки имеет реальные обстоятельства и видимые причины. На многие морские катастрофы не поддаются никакой логике. Все знают о Титане. Но классикой загадочного кораблекрушения морские эксперты считают другую, мистическую историю. Как и Коста-Конкордия, этот трансатлантический лайнер считался в свое время флагманом гражданского флота Италии, его гордостью. Символом возрождения нации после поражения в войне. 11-ти палубный красавец спускали на воду с большой помпой, с участием членов королевской семьи и руководителей страны. Салоны и каюты люкс были украшены произведениями искусства. Кинозал, ресторан, плавательный бассейн. А ведь только недавно закончилась Вторая мировая война. Италия встает с колен. И тут... Летом 1956 года пароход отправился в Нью-Йорк, забитый до отказа богатой публикой в первом классе, а также эмигрантами на нижних палубах. В общем, все как в кино про Титаник. В тот день на Атлантику пришел сильный туман. Но в порт Нью-Йорка опаздывать не принято. И капитан Пьеро Коломай приказал не снижать ход. Придем точно по расписанию. Пройдя полосу шторма, Андреа Дорио все еще опаздывал. И шел навстречу своей трагической судне. Уже вышел из Нью-Йорка небольшой шведский теплоход Стокгольм. Его вел опытный капитан. Но судьба предрешила их роковую встречу посреди бескрайнего океана. Как бы техника не развивалась, то есть и какие бы мы совершенные корабли не строили, то есть океан всегда был и остается, скажем, загадочным и до конца непостижимым для человека. Недаром говорят, что мы гидрокосмос знаем сейчас намного хуже, чем космос, который вокруг нас, выше нас. Поэтому он всегда будет не только опасным для человека, не только таить какую-то для него опасность, но он будет и загадочным. Неведомая сила неумолимо притягивала два парохода друг к другу, хотя между ними были тысячи морских миль. Посреди ночи Стокгольм протаранил Андреа Дорио. Сцепившись, корабли какое-то время крутились в бешеном водовороте. Итальянец завалился на правый борт и начал тонуть. В эфир полетел сигнал СОС. От столкновения, как всегда, больше всего пострадали обитатели дешевых кают на нижних палубах. Детей бросают в шлюпки на натянутые одеяла. Рассказывают невероятную историю спасения маленькой девочки. После удара она буквально перелетела с Андреа Дорио на борт Стокгольма, живая и невредимая, хотя и насмерть перепуганная. Повезло. На море была тихая погода. Да и помощь оказавшихся неподалеку судов пришла вовремя. Полсотни погибших для такой катастрофы – большое везение. Это была самая успешная спасательная операция в мировой истории морских катастроф на гражданском флоте. Результаты расследования не дали никакого логичного объяснения. Почему два корабля, которые расходились чисто, все-таки столкнулись – загадка. В чем причина странного поведения опытных навигаторов? Что происходило у них в головах в роковой час, они не могут объяснить. Какой дьявол вселился в одного из них? Оба капитана утверждали, что действовали по всем правилам судовождения. Но встречное судно в последний момент внезапно изменило курс. Возможное объяснение загадочного столкновения – внезапный отказ навигационных приборов. Если так, то почему это произошло? Под воздействием каких факторов? Аномальных изменений электромагнитного поля в конкретном месте в конкретный час? Других неизученных явлений – демонов океана? Черных ящиков, как на современных самолетах, у них не было. А сам лайнер Андреа Дорио навсегда останется в глубинах Атлантического океана. Что или кто заставляет людей покидать корабль в открытом море, обрекая себя на верную смерть? Тогда как сам корабль продолжает идти прежним курсом на всех парусах. На палубе ни следов крови, ни признаков нападения пиратов, ни трупов экипажа. В кают-компании сервирован стол и еще не остыл кофейник. Это случилось не так давно, в 1998 году. Яхта возвращалась со знаменитой регаты Кати Сарк. В составе экипажа были молодые курсанты морского училища. Позади 100 суток похода. Благополучно прошли коварные воды Ла-Манша, где сотни кораблей нашли свою смерть. Был вечер. Море было спокойным. На вахте Сергей Апрелев. Вдруг, откуда я не могу до сих пор представить, появился силуэт шхуны. Ну, так, по нашей оценке, поскольку я был не один, и как коллективное сумасшествие это тоже не подходит под разряд. Эта шхуна таким темным силуэтом двигалась на нас и прошла контркурсами по левому борту в дистанции 20 метров. Там не было ни одного огня, и стояли все паруса на двух мачтах. Это был кетч по парусному вооружению, и ни одного силуэта людей. Она была в совершенно рабочем состоянии. Ни одного огонька, который даже при задраенности всех помещений подозревает, что откуда-то должен струиться свет. По крайней мере, на дистанции 20 метров это было бы очевидно. Из темноты вдруг появилась яхта без огней и людей. И прошла буквально борт о борт, заставив яхтсменов оцепенеть от ужаса. И также внезапно растворилась в океане. У меня приподнялась кепка, которая была под капюшоном. И вот при поднятом состоянии, волосы дыбом, мы примерно провели около получаса. Когда мы рассказали это членам экипажа, нам, конечно, никто не поверил. В аналогичной ситуации оказывался и мореплаватель-одиночка знаменитый Федор Комихов. И многие другие известные путешественники. Мы знаем же, что многие, кто пошел во свою вторую, третью кругосветку, они из нее уже не вернулись. То есть океан дает возможность продемонстрировать победу над собой. Некоторые корабли-призраки имеют вполне конкретную историю. В 1748 году во время шторма потерпела крушение шхуна леди Лавенбонд. Известно, что корабль затонул, и все до одного погибли. Но вот что подтверждается многими моряками. В том же месте, в день катастрофы 13 февраля, шхуна появляется каждые 50 лет. И на глазах очевидцев повторяет сценарий своего крушения. Говорят, что это выглядит настолько реалистично, что моряки, оказавшихся рядом кораблей, спускают шлюпки, чтобы спасти людей. Но ничего не находят. Ни людей, ни оболитов. Утверждают, что следующая встреча с леди Лавенбонд должна состояться в 2048 году. То есть через очередные 50 лет. В старину люди находили самые невероятные объяснения внезапным и трагическим событиям в море. Например, это могла быть встреча с Левиафаном, морским чудовищем. Возможно ли на самом деле существование монстров из морских глубин, гигантских спрутов и подводных драконов? Можно считать это суеверием. Но вот факты. Останки подводных существ, неизвестных современным морским биологам, периодически вылавливают рыбаки. Их выносят приливом на морское побережье. То в Японии или Китае, то в Канаде или Австралии. Своё лохнесское чудовище, таинственный морской змей, судя по многочисленным свидетельствам, обитает и в нашем Черном море. Последний раз его видели в 1996 году. Демонов моря первыми увидели биолог Вильям Биб и его напарник и предприниматель Оттис Бартон. Они спустились на глубину в полтора километра, где увидели фантастических, ни на что не похожих существ. Их аппарат, ботисфера, с броней большой толщины, способен выдержать чудовищное давление глубины. Там, в бездне, свободно живут существа. Правда, странных биологических конструкций и устройств организмов. С поверхности ботисферу держала так называемая судно-матка и лебедка со стальным тросом. На глубине в 200 метров Биб сказал сакраментальную фразу, которая вошла в историю. Ниже спускались только мертвецы. Глазам дерзких исследователей предстал другой мир. Другая планета, населенная невероятными животными, о которых мы до сих пор ничего не знаем. 15 августа 1934 года. Человек сквозь кварцевые иллюминаторы ботисферы впервые увидел живых животных в толще океана на глубине 923 метра. В середине 20-го века человек настойчиво пытался колонизировать океан и даже построить подводные города. Во Франции, в США и у нас начали строить подводные дома и глубоководные аппараты. Кстати, флот исследовательских подводных аппаратов в СССР вряд ли кому в то время проигрывал. Базировался он на Черном море в Геленджике, в научном центре Института океанологии имени Шершова. Занимались ученые рутинной работой. Археологией, изучением морского дна, повышением вылова рыбы. Ну и, конечно, были у гидронавтов специальные задания. Кое-что военное, секретное. До сих пор об этом никто не решается рассказать. Тогда же была построена уникальная исследовательская лаборатория БЕНТОС, на которой работала, сменяя друг друга, команда ученых и водолазов. Нет, они не искали морских чудовищ, не планировали встречи с демонами моря. Но они встретили его, монстр глубины морского змея. За многолетнее исследование при помощи БЕНТОСа было много интересных приключений и встреч. В 1984 году в одном из погружений поперек корпуса прошло нечто. Диаметр этого существа был где-то около метра. И он был обвиден из-за всех иллюминаторов одновременно. Целиком его не видели, конечно, но это нечто было ни на что не похоже. Ни на белугу, ни на северю. Это реликтовое существо, которое замечали в Черном море где-то с 15 века. В татарских легоиндах, чершамбы, там о нем рассказывается. Огромное реликтовое животное, за которым гидронавты, как завороженные, наблюдали в течение нескольких минут. Видимо, это было то самое морское чудовище, морской змей, которого неоднократно наблюдали у мыса Кородак. Некое существо огромных размеров, которое появлялось внезапно. Иногда охотилось на дельфинов, которых потом находили со страшными ранами. Отмечен случай, когда морской змей преследовал рыбацкую лодку. Сохранилось ли это существо по сей день? По одной из версий экспертов по паранормальным явлениям, в районе Коктебеля существует некий информационный портал, связывающий наше время с доисторическими временами. Оттуда якобы и является к нам морской дракон. Но это только из области предположений. Приходит на мысль такое сравнение, что за годы изучения космоса в нем побывало 430 человек, по-моему, приблизительно. Считается, что на Луне было 13 человек. А на Земле, на нашей родной планете, на глубинах больше 6000 метров, побывало всего 2 человека. Оставим в стороне трактат архиепископа Магнуса. Хотя человек, занимавший такой пост, был, наверное, в здравом уме. Он в 17 веке подробно описал некоего 60-метрового зверя, выползающего из моря и заглатывающего людей и коров. Ну, наверное, преувеличил. Но в течение 18-19-20 веков морского змея видели и у берегов Бразилии, и на побережье Шотландии, и в Австралии. Иногда он просто сопровождал судно. Иногда, видимо, любопытствуя, высовывал морду и разглядывал моряков. По показаниям разных свидетелей, морской змей покрыт зелено-коричневой чешуей. Имеет гребень на спине или даже гриву. Морда вытянутая или сплющенная. Возможно, речь идет о разновидностях морского дракона. Длинные тела с хвостом от 5 до 30 метров. В последнее время не раз фиксировались случаи, когда морской змей попадал под винты современных яхт и кораблей. И был или изувечен, или погибал. Свидетельства в десятках сообщений очевидцев. Не только простых моряков, но и путешествующих ученых, морских биологов. Последний инцидент был не так уж давно, лет 30 назад, в Юго-Восточной Азии. Известно и место постоянного обитания морского дракона. Отправляйтесь во Вьетнам. Это бухта Холонг в Танкинском заливе Южно-Китайского моря. Там множество островов, среди которых морского змея видели многократно. Кстати, название бухты Холонг так и переводится там, где дракон спустился в море. То есть сомнений в том, что морской змей существовал, у многих ученых как бы нет. Вопрос в другом. Существует ли он сейчас? Плохая экология, подводные лодки, бомбардировки во время военных действий, подводные ядерные испытания, разработка нефтяных промыслов на шельфе. Возможно, вся эта человеческая активность истребила морского змея, подводного дракона. Человек, который живет на планете Земля, он имеет право удобно жить на этой планете. Но он и обязан знать эту планету. Он обязан исследовать жизнь во всех самых скрытных уголках ее. Отдельная история – теория о существовании рядом с нами в океане неких иных существ. Иногда они вступают с нами в контакт. Как бы параллельная ветвь развития разумных созданий. Русалки, сирены, тритоны. Они могут помочь человеку спасти, а могут и навредить, погубить. Человек-амфибия. Эта научная идея вдохновляла классика советской научной фантастики Александра Беляева. Получеловек, полурыба не обязательно должен быть мужского рода. В мифологии чаще даже наоборот. На древнегреческом его звали Оаннес. Этот Ихтиандр являлся к нам то ли из космоса, то ли из бездны океана. Он приходил и уходил. Именно он учил жителей Вавиона различным наукам и искусствам. Это очередная версия о некоем инопланетянине посланце других высших миров. Но есть и другая, более мифологическая трактовка появления разумных полулюдей-полурыб. Легенды о роковых существах с телом женщины и хвостом рыбы или змеи. Это сирены, голоса которых сводят с ума моряков. По народным преданиям, а о ней про русалок существует практически у всех народов, в них превращаются несчастные женщины-утопленницы или невесты, не дожившие до свадьбы. И они мстят нашему миру за свою погубленную жизнь, несчастную судьбу. Есть даже описание встреч с ними. Это женщина, сидящая на камне или на берегу, или выныривающая возле корабля. Но возможно и физиологическое объяснение этих рассказов. Многие моряки находятся в море по несколько месяцев. Вдали от любимых. Это реалии морской жизни. Вот и мерещится всякое. А вот недавняя встреча с иными существами из моря. Она состоялась на Каспийском море несколько лет назад. В 2007 году моряки увидели какую-то странную тварь, которая из воды с любопытством рассматривала проходящее мимо судно с нефтяниками на борту. Что это было? Сама собой напрашивается версия о русалках или сиренах, как последних представителей легендарной Атлантиды. Кто-то даже называет людей-амфибии прародителями современного человека. Его предтечами. И время от времени они вступают с нами в контакт, поскольку имеют возможность существовать как в нашем мире, так и в параллельном, закрытом для нас. Но чем объясняется их враждебность к людям? Попытки одурманить, заманить в воду, погубить моряков. А ведь об этом ходят легенды. Есть множество рассказов о похищении людей и пришельцами других цивилизаций. А здесь морской вариант – демоны океана. Придет время, и будут какие-то новые легенды о новых летучих голландцах, новых каких-то невероятных чудовищах. Тем более мы еще на самом деле далеко не знаем, что находится в толще, и что нас ждет каждый раз, когда мы уходим в море. Зов сирены, колдовское одурманивающее пение русалок – это сказки. Но есть научные объяснения звукам, которые в море сводят людей с ума. Чем с точки зрения современных знаний можно объяснить исчезновение людей на кораблях? Может быть таким таинственным и малоизученным явлением, как голос моря? Согласно малоизвестной теории профессора Василия Шулейкина, который занимался физикой моря, во время штурма из-за взаимодействия шквального ветра и волн определенной высоты, могут возникать инфразвуковые колебания. Их интенсивность нарастает. Скорость движения более 300 метров в секунду. То есть быстрее самого урагана. Они как бы летят впереди него. В воде же скорость распространения инфразвука увеличивается многократно – до полутора километров в секунду. И разносится этот грозный голос моря на сотни километров, застигая врасплох моряков, чьи суда плывут вне зоны урагана. Можно не верить романтикам, но вот мнение военного моряка. Туго приходится даже мощность современной субмарине. Инфразвуковые волны точно существуют. И инфразвуковые волны, они приводят... Вот эти корабли, которые остаются без экипажей, это действия инфразвуковых волн. Много примеров, о них очень много описано. Из-за чего образуются инфразвуковые волны. Как дышит океан. Но я могу сказать, что если хороший шторм, то на глубоком море, там посередине Атлантики, на глубине 250 метров подводную лодку качает... Очень сильно качает. Под водой? Под водой на глубине 250 метров. Там крены могут доходить до 12 метров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Воды начинают как-то себя вести. Что в этот момент может образоваться? Наверное, как-то это дело влияет на образование инфразвуковых вод. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В том числе Курс погиб в районе такого же узла. Но океан это не только вода. Пространство над ним тоже вотчина морских демонов. В отдаленных районах этой территории неизвестности происходят удивительные события. Их свидетелями в 1982 году стали подводники советской атомной подлодки. Это произошло в акватории Северного моря. Мы были в надводном положении. Мороз еще был где-то там... Ну, над морем все равно, и вон не очень сильный мороз. Но парение, причем парение такое небольшое, оно где-то так... Потоповые огни, парение, звезды с тарелки такие... Видимость над парением практически неограниченная. Вдруг из океана, из Северного ледовитого, как раз на север все это дело было, появилось сначала зеленое, причем не просто зеленое, а ярко-изумрудно-зеленое такое вот пятно. Это пятно подскочило над водой. Расстояние в ночи понять невозможно, потому что оно это просто был огонь, будем говорить так. Практически доказано, что Арктика и Антарктида являются местами аномальной активности. Просто пока никто не может разгадать, в чем их причина и суть. Ни экспедиции, снаряженные нацистами, ни современные ученые. И потом этот огонь начал стремительно идти наверх. На каком-то расстоянии от него начал образовываться такого же ярко-изумрудного цвета конус. Причем достаточно широкий конус, не узкий. И вот оно ушло наверх. На каком-то, значит, через какое-то время этот объект пропал. И еще так минут 20, слабо размываясь, этот конус размылся. С кем бы впоследствии контр-адмирал не говорил о космическом сиянии над Арктикой зимой 1982 года, кому бы не задавал вопросы года спустя, внятного ответа он так и не получил. Массу загадок скрывают воды Балтийского моря. Ведь здесь целое кладбище затонувших кораблей. Для того, чтобы раскрыть их тайны, нужны профессиональные водолазы. Есть очень сложные корабли технически. Большие глубины, сложный корабль сам. Ну, если особенно проникновение. Например, есть броненосец Гангут, который в финском заливе лежит. Он просто очень страшный. У груды железа лежит. И особенно, когда ты проникаешь внутрь, там чисто физически такие страшные ощущения, потому что ждешь, что может что-то обвалиться, рухнуть. Ну, такие вот ощущения физического техногенного страха. Погружение на такие объекты может стоить жизни. Не только из-за ошибки технического плана, но и из-за потери концентрации от нервного напряжения. Не всем по плечу справиться с такой нагрузкой на психику, как посещение подводного склепа. Когда ты ныряешь на корабль, на котором кто-то когда-то утонул, ну, опять же, ты понимаешь, что люди эти утонули не сейчас, они утонули давно. Но, тем не менее, я еще раз повторяю о том, что на каждом абсолютной корабле абсолютно разные ощущения и вот ощущение гнетущего состояния. Тяжелая энергетика, атмосфера, место массовой гибели людей, будь то кораблекрушение, землетрясение или любой другой катаклизм природный или техногенный. Как будто призраки погибших еще здесь. И не надо быть экстрасенсом, чтобы почувствовать ее на месте трагедии. Можно установить незримую связь на уровне подсознания и оказаться в центре событий в тот роковой час, как будто возникает некий информационный коридор. Ты их воспринимаешь уже, ну, как трагедию свою личную, несмотря на то, что там твоих близких, родных не было. И, ну, например, если я сейчас смотрю какие-то новости, где передают информацию про какую-то трагедию на воде, я ее пропускаю через себя. Я, ну, не то что представляю себя на этом месте, но мне близкие чувства тех людей, которые там оказались, и чувства их близких и родных. А это страшная, но малоизвестная история случилась осенью 1818 года. Брик под названием «Фальк» сначала внезапно пропал, не перейдя по расписанию в Хронштадт. А потом, когда было уже поздно, и лед встал на заливе серьезно, он был случайно обнаружен. В 1818 году, совершенно случайно, где-то поздние восемь, он был обнаружен у Толбухина маяка в Хронштадте. Картина, которую увидели те, кто нашел призрак Балтийского моря, повергла их в шок. Такого не придумать даже сценаристам фильмов ужасов. Там, получается, корабль обледенел, долго не мог подойти, вот, и команда, в общем-то, вся замерзла. Но, как показало расследование, дело призрака Балтийского моря, как его окрестили, в этой истории морские демоны были ни при чем. Команда и капитан сами себя погубили. Роковая ошибка. На стоянке в ледяное крошево сбросили оба ямера. Ударил мороз, и они вмерзли в лед. И Брикфальк не смог сдвинуться с места, вырваться из ледяной ловушки. Помощи ждать было неоткуда. Они умирали на ледяном ветру, замерзая заживо. Причем описано, что матросы, они окружили офицеров, обняли их и старались, сами умирая, своими телами офицеров отогреть, чтобы хоть кто-то остался живой. Ну, так живой никто не остался, но вот тела нашли в таком положении, что было видно, что они, уже умирая, пытались спасать своих офицеров. Корабль-призрак посреди белого безмолвия и обледенелые фигуры людей на его засыпанной снегом палубе. В общем, совершенно рядовой переход, он что-то, по-моему, из Свяборга в Кронштадт, то есть по Финскому заливу, маленький переход там, в общем, были в нем женщины, были дети, тоже все погибли. То есть вот такая вот трагическая история. Но назвали наши моряки, просто, как сказать, уже по аналогии с настоящим летучим голландцем. Не правда ли похожие на современные катастрофы в море, в небе, на земле? Ошиблись, не рассчитали, были плохо подготовлены, обучены, техника подвела, погода подкачала. Пресловутый человеческий фактор. Оправдания найдутся всегда, но нет объяснений. Как избежать этого в следующий раз? Субтитры создавал DimaTorzok жизнью, казалось бы, неодушевленного предмета. В 1967 году случилась страшная авария на нашей первой атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». При пожаре погибло 36 человек. Лодку отремонтировали, и она осталась в строю. Но мало кто хотел на ней служить. Вокруг нее стали твориться странные дела. Как будто лодка пропиталась бедой. Взяла на себя смерть экипажа, который по-прежнему с ней. И я пришел на эту лодку, они мне показали этот оттек, посмотрели, мы так, значит, походили. Я говорю, ну а как здесь служится? Они говорят, вы знаете, мы вам по секрету скажем. Мы стараемся здесь не ночевать, на этом борту. Мы, говорит, ночью уходим на соседнюю лодку, потому что мы боимся. Я говорю, а что происходит? Ну, знаете, говорит, вот с первой атомной какие-то стоны, какие-то шорохи, какие-то шумы. И вот подходишь, говорит, к нему, и, говорит, чувство, говорит, какого-то, ну, безотчетного страха. Причем, говорит, такого животного, что, ну, говорит, жутко. Поэтому мы, говорит, обычно там, заполняем эти журналы осмотров и стараемся, говорит, уже ночевать, переходить на другую лодку. Вот, в общем, то, что рассказывают, в общем, члены экипажа, взрослые люди, взрослые мужчины, подводники. Корабль, возможно, живет своей собственной жизнью. Может помочь или взбунтоваться против своего капитана и экипажа. Можно ли этому верить? Факты реальной истории говорят о том, что такое возможно. История не из старых времен, вполне современная. В Красное море каждый день выходят дайверские боты. И вот случай странный. Посреди бела дня молодой капитан напоролся на одиноко стоящий в море риф и затопил свое судно. Надо очень постараться, чтобы это сделать. Капитаном этой яхты был очень старый капитан, очень известный на всем Красном море. Его знали все. Он был всю жизнь капитаном, потомственным капитаном. Его три сына тоже все были капитанами. И он умер. На смену ему пришел новый капитан, тоже очень опытный, отнюдь не мальчик, взрослый человек, под 50 лет. И судно «Ойстер» совершенно необъяснимым образом в первом же рейсе с новым капитаном полным ходом ночью налетело на риф, после чего затонуло. Что произошло? Михаил попытался разобраться в странном кораблекрушении. Ответ он нашел у красноморских капитанов. Не мог поверить в то, что услышал. Но это объясняет хоть как-то причину аварии. А на Востоке, как известно, возможно, все. И уже по прошествии нескольких лет я разговаривал с одним очень опытным капитаном на Красном море. Я задал ему вопрос, а что люди говорят, что на Красном море говорят капитаны про вот это вот кораблекрушение, которое для меня является очень, ну скажем, близким, таким пережитым событием в жизни. И он сказал, ты знаешь, а на сегодняшний день уже практически у всех капитанов есть единая точка зрения. Мне было очень интересно узнать, я спросил, какая. Я ожидал услышать что-то конкретное. И ответ был такой, просто ойстер, судно ойстер не могло пережить смерть старого капитана. И это было сказано абсолютно серьезно от, это я услышал от очень опытного человека, который всю жизнь провел в море. И это его абсолютная уверенность, которая подкреплена также уверенностью других его коллег, людей моря, что вот было судно, оно представляло собой что-то единое целое, как кентавр такой со старым капитаном. Капитан умер, и судно просто не могло этого пережить. Вот такое простое объяснение. Взаимоотношениям с кораблем моряки всегда уделяли особое внимание. В английской традиции, а британцы классики мореходного дела, корабль, в отличие от русской версии, имеет женский род. Корабль это не он, это она. Эта традиция имеет логику и многое объясняет. Ходят в море мужчины, а корабль это леди или матрона, о которой надо заботиться, оказывать всяческое уважение. И которая, как все женщины, бывает капризной, вздорной и ливнивой. И если на ее территории появляется другая женщина... Вот, ну, одна из таких легенд, одна из таких примет, что женщина, в общем-то, в море женщина на корабле приносит несчастье. Вот, ну, объясняют это как, что шип вообще, по-английски это слово женского рода. И по своей, как сказать, суде, любое, как сказать, судно, любой корабль, он, значит, женского рода. И свой, значит, экипаж, он воспринимает как своих мужчин. И поэтому, появление чужой женщины сразу, как сказать, ревность вызывает у него, и он начинает мстить, как сказать, как вот этой, значит, женщине, которая, как сказать, у него увела любимых мужчин, так и этим мужчинам, которые изменили этой женщине, а не своему кораблю. Уважение к океану, внимание к кораблю, соблюдение вековых законов и традиций мореплавания. В это верят все мореманы. Это как страховой полис. Не спасет от морских призраков, но хоть как-то сбережет. Не выходи в море в понедельник или в пятницу 13-го. Не называй корабль плохим именем. И так далее. А вот старая пословица, которая актуальна и сейчас. Что касается мистики на море, то, естественно, она пронизывает всю морскую службу. И связано это в равной степени от загадочности моря, океана, которая практически даже на нашем этапе, 21 веке, практически не познана. Кто в море не бывал, тот Богу не молился. Тайны, мистика, суеверия, необъяснимые катастрофы и явления. Из всего этого, как и 300 лет назад, состоит морская жизнь. Какой механизм или разум Земли или космоса управляет океаном? Не зная этого, мы не можем быть уверенными в том, что морской бояш не закончится катастрофой. Роман классика научно-фантастической литературы польского писателя Станислава Лема рассказывает о том, как на далекой планете астронавтам противостоит океан, как гигантское мыслящее существо. Помните фильм Тарковского «Солярис» о планетном разуме? А если предположить, что мы тоже сталкиваемся с чем-то похожим? Как известно, писатели-фантасты уже не раз непостижимым образом предсказывали будущее, становились пророками. Океан был малоизучен. Он сегодня изучен только на 10% или на 5%. Тогда он вообще, бог скажем так, терра инкогнито. И это, как сказать, ряд явлений, происходящих в океане, не могли объяснить. То есть не могли объяснить в начале шторма почему-то, не знали, как сказать, столкновение атмосферных фронтов и так далее. Вот по каким-то причинам начинается буря, начинается ураган. Как можно прекратить, как можно, наоборот, вызвать ветер, потому что для парусного корабля лежание в дрейфе – это тоже медленная смерть. Океан – его недоступные для человека глубины. Как будто проклятые заливы и проливы. Смертельные атаки гигантских волн и цунами. Подводные кладбища кораблей и людей. Океан – может быть там тайна и жизни нашей, и смерти. И загадка нашего существования. Из гидрокосмоса, из океана к нам как будто приходят послания. Из прошлого, из будущего. Но мы пока не можем их прочитать и разгадать. Голубая планета, как ее видят космонавты с орбиты, которую мы вроде бы освоили. Ее большая часть скрыта от нас в неведомой глубине, недоступной ни батискафам, ни новейшим атомным субмаринам. Демоны моря по-прежнему там, как и столетия назад. Демоны моря по-прежнему. Турин. С ним связано невероятное количество легенд и мифов, которые уходят корнями в царство Древнего Египта. Здесь, в Египетском музее, возможно, хранятся тайные знания Вселенной. Один из важных элементов легенды о магии в Турине – это дворец, который находится за моими плечами. Дворец Академии наук, в котором располагается один из важнейших музеев Египта. Второй по значению после музея в Каире. Здесь хранится немало предметов, которые имеют магический аспект. Одна из самых больших загадок Турина – происхождение его жителей. Согласно древней легенде, город был основан египтянами. Считается, что египетский принц прибыл из далеких земель и впоследствии умер на реке По. Вот откуда еще одна легенда, у которой много интерпретаций, в том числе и греческих, латинских, египетских. Фитонте – это бог, который зародил зерно Турина. Дату основания Турина относят ко времени правления в Египте фараона Тутмоса Третьего. Известно, что он увлекался эзотерикой, тайными знаниями, пришедшими из глубины веков. Сегодня в основе учений тайных обществ, в том числе масонов и иллюминатов, фактические традиции египетских жрецов. А розенкрейцеры и вовсе связывают свое начало с мистериями Тутмоса Третьего. Сохранились записи средневековья, что в Альпах обитают какие-то странные люди, одеты не так, как в средние века одевались европейцы. И, в общем-то, ведут какие-то свои исследования, поиски и проповедуют. Как правило, люди, которые погибали в Альпах, есть много упоминаний, что погибающие в Альпах были спасены загадочными людьми, которые говорят на другом языке, одеты по-другому. Поэтому возможно, возможно, что это были ветвь представителей вот тех египтян. Именно статую Тутмоса Третьего в 19 веке привезли в Италию вместе с другими памятниками древней цивилизации. Неизвестно, каким образом эти предметы попали в Турин. Но здесь они хранятся и по сей день, включая самый загадочный артефакт – туринский папирус. Он содержит список правителей в хронологическом порядке, в том, в котором они известны нашим исследователям. Он был составлен во время правления 18-й династии, примерно 1200 лет до нашей эры. Начинается список с династий, правившей несколько тысяч лет назад. Этот документ может пролить свет на причины невероятного развития египетской цивилизации и даже раскрыть тайну строительства пирамид. Согласно старинному папирусу, фараоны ведут свою родословную от династии неких высших богов, возможно, атлантов или даже космических пришельцев. Идея о магическом Турине появляется из легенд о египетских корнях магии. Есть еще одна точка зрения на магию, которая более связана с нашими днями, с современностью и с наблюдениями НЛО. Кстати, одна из легенд напрямую связывает основание Турина с падением какого-то небесного объекта. Что же на самом деле упало в окрестностях города тысячи лет назад? И почему египтяне так стремились в эти места? Это какое-то захолустье было для них вдали от НЛО на более чем на тысячи километров. И все-таки они стремились. Они совершали какие-то обряды, о которых есть упоминания в истории. В этих пещерах проводились поиски. Что они там искали? Есть мнение, что они искали какие-то артефакты ушедших цивилизаций. Возможно, возможно, это было связано с Атлантидой. Может быть, еще с более древними цивилизациями. Так или иначе, Натурин тесно связан с инопланетными пришельцами. Сегодня в его окрестностях уфологи часто наблюдают неопознанные летающие объекты. Наблюдение НЛО уже не редкость во всем мире. Что касается Турина и частых наблюдений неопознанных летающих объектов там, я думаю, это связано с музеями Екипта и с легендой, в которой говорится о том, что древние астронавты имели отношение к постройке пирамид. В 20 километрах от Турина находится гора Музине, которую считают самой известной в Европе аномальной зоной. И НЛО здесь не редкость. Гора Музине – это потухший вулкан, который скрывает пещеры, во многие из которых никто не ходил. В районе Музине видели много НЛО. Видели блуждающие огни, разноцветия. Здесь нет построек и поселений. Это место всегда было окружено легендами. Газеты периодически публикуют интервью с людьми, которые видели над горой странные летающие огни. В центре горы есть островок, совершенно без зелени. Но выше растительность есть. Даже пилоты МЧС и сверхлегких самолетов, пролетая тут, имеют проблемы с компасом. Компас сходит с ума. Музине давно интересуются уфологи. Как считают исследователи аномальных явлений, в ее недрах спрятана база инопланетян. Между 1962 и 1967 годами в районе Музине и долины Суза было замечено немало НЛО. Однажды один неопознанный объект был преследован пилотом гражданской авиации. Это же самое НЛО было определено радаром аэропорта. Склоны горы изрезаны странными пещерами. Что скрывается в них неизвестно. Местные жители стараются обходить Музине стороной. Студенты решили провести ночь в пещерах горы Музине. После полуночи они выглянули из своих спальных мешков, потому что увидели зеленые лучи света, которые выходили из одной пещеры. Они настолько испугались, что убежали оттуда, оставив там палатки. Свидетельства о большом количестве НЛО над Италией сохранили еще античные источники. На Музине еще в старину были видны НЛО. Кажется, что это связано с тем, что на Музине есть рисунки на камнях, где изображены люди, у которых раскинуты руки, и они смотрят вверх на летящий круг, который приближается к ним. Ученые более рациональны. Они считают, что речь идет об изображении людей, которые обожают Солнце. Но, по мнению многих других, речь идет о доисторическом появлении космических завоевателей, неопознанных летающих объектах. Уфологи уверены, что загадочная древняя граффити на склоне горы указывала пришельцам место посадки. Есть историческая версия, что много веков назад у подножья Музине располагался мифический город Рама. Город доисторический, который простирался отсюда до долины Суза. Есть немало археологических доказательств. Вырубленные пещеры, предметы ручной работы. Эти пещеры расположены в форме созвездия Плея. Поэтому уфологи считают, что Музине — это секретная база межзвездного флота Итакана. Именно Турин считается городом тайных обществ. Исследователи находят здесь следы масонов, темплиеров и иллюминатов. Тайные общества всегда связывали с легендами о пришельцах и древними цивилизациями. Возможно, что члены этих организаций и сегодня проводят в Турине свои секретные обряды. Ну, посвященные говорят, что у них есть контакты с внеземными цивилизациями или с древними цивилизациями при помощи неких таких, ну, как бы сказать, практик типа ухода в нирвану, открытия там третьего глаза. Ну, это знают посвященные. Мы до этой степени не дошли. Скорее всего, магическими практиками владел и фараон Тутмос Третий. Известно, что высшие жрецы и правители Египта имели доступ к древним знаниям, доставшимся им от працивилизаций Атлантиды и Гипербореи. Тутмос Третий – великий завоеватель. Его парик покрывает специальное украшение с ореолом, который является магической защитой. На пьедестале написана формула, которая гарантирует вечную жизнь короля. Дать вечную жизнь навсегда. Так эта надпись переводится дословно. Но что она означает на самом деле? И может ли эта формула иметь тайный магический смысл? Первое правило магии – случайностей нет. Все происходит, потому что нам хотят дать знак. В Египетском музее хранится одна из самых больших книг мертвых. Книга мертвых, в которой немало молитв, благодаря которым мертвый мог выйти и видеть свет. Это магическая книга молитв, благодаря которой мертвый мог даже в своей могиле читать эти молитвы и выйти ночью, как живой. Городские легенды рассказывают о любителе эзотерики и поклоннике фараона Тутмоса короле Италии Эммануиле II Савойском. Это легенда о появлении привидения короля Эммануэля II Савойского. Она рассказывает, как он в ночь полнолуния скачет по городу со скипетром в правой руке. Многие говорят, что видели это привидение. Говорят, что он появляется в комнатах и коридорах королевского дворца. Известно, что король чрезвычайно увлекался мистикой и тайными учениями. По одной из версий, именно Эммануил II приказал разыскать и доставить в Турин древние египетские реликвии и рукописи, а также мумии фараонов. Не исключено, что он обладал неординарными способностями. Его фигура всегда была окружена загадками. Ни поведением, ни внешностью он не походил на особу королевского рода. Ходили слухи, что он был незаконно рожденным сыном мясника, которым подменили погибшего в огне настоящего принца. Мистическим корням Турина есть и еще одно подтверждение. Рим, ближайшая столица одной из мировых религий католицизма, расположен от него на расстоянии 666 километров. Чтобы нейтрализовать дьявольскую силу, в 1578 году другой совойский герцог Филиберта привез сюда одну из главных христианских реликвий – плащаницу. Полотно, которым тело Христа было обернуто после смерти, 250 лет хранилось во дворце рядом с покоями герцога. С королевского балкона его показывали толпам молящихся. Именно тогда плащаница и получила название Туринской. Туринская плащаница представляет из себя уникальный такой исторический документ. Артефакт, вещь. Это кусок ткани, это пелена, которую обвивали умерших в первые века христианства. и изображение, которое получено на Туринской плащанице, оно как бы фотографическое изображение. Его практически невозможно искусственным образом нарисовать. Когда углубились внутрь волокон, разобрали все практически до молекул, увидели, что изображение создано с помощью огня. То есть это был такой вот огненный всплеск, огненными лучами нарисованы лик, изображение тела на ткани. Сегодня плащаница хранится в серебряном ковчеге в соборе Сан-Джованни Батиста. Она представляет собой холст с изображением обнаженного мужского тела во весь рост. На одной стороне анфас, на другой со спины. Черты лица, губы, борода и волосы изображены настолько правильно, что не могли быть сделаны рукой художника. Следы крови и ран говорят об одном. Образ на полотне возник, когда тело Христа лежало в погребальной пещере. Действительно ощущение энергетики и благодати присутствует. Я знаю это и по личному опыту, по опыту других людей, которые вместе со мной, я был несколько раз в Туринской плащанице, в Турине, в храме Святого Иоанна Крестителя Сан-Джованни Батиста по-итальянски. И этот феномен невозможно уже ни отрицать, ни скрыть. И последние, кстати, достоверные научные исследования показали, что это именно является плащаницей тем самым того периода, когда на земле в Палестине находился Господь Иисус Насколько известно, туринская плащаница имеет все же земное происхождение, Хоть и существует версия, что она имеет внеземное, но объясняется так, что когда Иисус Христов был завернут в пелены, что его тело прошло сквозь Туринскую плащаницу, буквально разложившись на атомы и выйдя в виде луча света. И чем породилась вот эта вот легенда, что якобы это внеземная цивилизация и вещи так внеземного происхождения. На самом деле вот даже многие эксперты и анализы, взятые пробы говорят о том, что эта ткань древняя действительно и что происхождение ее на Земле. Эзотерики уверены, что в Турине скрыты еще две реликвии, части креста, на котором был распят Иисус и святой Грааль. Одни предания описывают Грааль как драгоценный камень инопланетного происхождения, другие как чашу, из которой Иисус вкушал на тайной вечере. Согласно легенде, каждый испивший из нее получит вечную жизнь. Во-первых, мы должны определить, что такое Грааль. Пойдем по версиям. Грааль – это чаша, в которой собрана кровь Христа. Сант Грааль, Святой Грааль, Святая Кровь. Грааль – это потомки Христа. Святая Кровь, опять же. Грааль – это камень. Ну, я не знаю, там, метеорит, прилетевший, и в нем послание от зеленых человечков. Грааль – это хранилище знаний. Грааль – это еще чего-то, еще чего-то. Мало того, никто не знает, чего ему с этим делать, потому что та история Ланселота, она обо всем говорит. Ланселот нашел Грааль, не понял, что это Грааль, и после этого ему был закрыт к нему подход. Почему рыцарь по имени Ланселот не смог воспользоваться Граалем? Возможно, чаша Грааля – это тайное знание, однако большинство уверено, что надо искать предмет. Есть мнение, что на местонахождение реликвии указывает скульптура церкви Мадре-ди-Дио. Статуя Веры, расположенная у входа, держит в левой руке чашу, которая и символизирует Грааль. А взгляд из вояния дает направление к тайнику, в котором следует искать священный артефакт. Статуя, которая олицетворяет собой веру, крепко сжимает в руке святой Грааль и указывает, где же спрятан этот благословенный святой Грааль. Эзотерики встают позади статуи и смотрят в направлении ее взгляда. Очень жаль, что статуя не имеет зрачков, а это значит, что неизвестно, куда смотрят ее глаза. Все ищут этот божественный святой Грааль, но никто его еще не нашел. Некоторые считают, что Грааль спрятан под самим храмом святой Богородицы на холме Капуцинов. Другие убеждены, что статуя Веры указывает его месторасположение в горах. Ученые Политехнического института пытались вычислить траекторию и закончили линию на Королевской площади, где хранится Туринская плащаница. Есть версия, что ткань, вобравшая в себя кровь Иисуса, и есть тот символ, который называют Граалем. Но если местонахождение реликвии примерно известно, не исключено, что ее уже могли отыскать. Есть версия, что Грааль хранился всю войну в старинном немецком замке, куда его доставили по личному приказу Гиммлера. Но в 45-м году он загадочно исчез. В случае, если он так и не был найден, что же оберегали высшие чины СС в замке Вевелисбург? Дошедшие до нас секретные документы упоминают о большом куске минерала, который светился изнутри. Он находился в зале, носившем имя Грааль. В этом помещении чувствуется определенного рода мистика. И более того, и акустика, которую мы сейчас испытываем, переживаем в этом помещении, и все эти световые особенности, все это было не случайно. Общественность не должна была знать о том, что именно происходит за стенами замка Вевелисбург. В замке Вевелисбург с 1933 по 1945 годы располагался центр одного из самых известных и загадочных обществ Черного Ордена СС. В специально перестроенных залах при свете факелов за круглым столом собирались 12 высших руководителей СС, чтобы привести арийскую расу к мировому господству. Это единственный замок в Европе, который имеет треугольную форму. Историки до сих пор не могут объяснить назначение конструкции помещений, скрытых в его стенах. В одной из версий в этом месте пересекаются некие энергетические потоки, которые идут из глубин Земли. Центром магического треугольника является Северная башня. Согласно тем преданиям или рассказам, которые сохранились еще с тех пор, можно достоверно утверждать, что, например, в Северной башне были как минимум два символических помещения. Это зал для обергруппенфюреров и склеп, он же крипта. И на потолке в склепе было изображение свастики, которое сохранилось, и где его можно увидеть и сейчас. Главный зал оккультного Вевельсбурга – округлая комната в Северной башне. А прямо под гранитным залом располагалось не менее мистическое помещение – мавзолей или страна мертвых. Зал, в котором мы находимся, обозначен в строительных или в архитектурных планах СС как склеп. И существует источник того времени, который гласит, что якобы в этом помещении совершались культовые обряды, связанные с культом умерших. То есть руководство СС использовало этот зал, это помещение, для каких-то своих определенных ритуалов, опять же, связанных с культом усопших. Как именно выглядели эти ритуалы, что именно в их ходе совершалось, об этом мы не знаем. Здесь офицеры СС приносили особую клятву верности и получали серебряное кольцо. Со смертью владельца кольцо возвращалось в хранилище страны мертвых. Как утверждают исследователи, Гиммлер и его окружение готовили из плоти погибших товарищей специальные напитки. Они делали человека непобедимым в бою. Бывший управляющий этого комплекса рассказывал, что именно внизу, в склепе, в самом центре пола, стояла такая огромная чаша. И из этой чаши вверх поднимался густой дым. И по его словам, этот дым поднимался в Валхаллу. Символически был тоже ритуал. Известно, что Гитлер придавал огромное значение ясновидению и астрологии. 15 марта 1938 года в другом немецком замке, в Артбурге, было проведено самое секретное совещание 20 века, на котором известнейшие провидцы предсказали Гитлеру исход Второй мировой войны. Он всегда хотел обратиться к древнегерманским предкам. А на эту тему Валтбург может предоставить много материала. Хотя бы просто потому, что здесь жили сильные личности, которые приложили много усилий для того, чтобы укрепить страну. И он чувствовал тесную связь свою с Мартином Лютером, с реформацией. И хотел, чтобы все это было связано и с его именем. Великие места все хотят использовать для своих нужд. И Гитлер, безусловно, хотел того же. В этом замке в начале 16 века год провел в заключении известный немецкий богослов Мартин Лютер. Рассказывают, что он увидел в своей келье самого дьявола и запустил в него чернильницей. Это историческое сердце Валтбурга. Комната, где Лютер жил 10 месяцев. Работал здесь. Все сохранилось, как при нем. За этим столом он сидел, переводил Новый Завет. А здесь, как мы предполагаем, были эти знаменитые чернильные пятна. В этом направлении он запустил чернильницу в дьявола. Исчезая, дьявол предрек. Чернильное пятно на стене будет проявляться каждый раз накануне грозящих Германии бедствий. Пятно проявилось и в 1938 году, когда в обстановке абсолютной секретности в замке собрались 12 астрологов и ясновидцев, чтобы обсудить будущее Германии. Такая встреча действительно была. Возможно, это большая тайна, что это все при участии общества Сатаны происходило. Общество Сатаны — это центральное звено оккультного общества Тули. Было доказано, что они проводили эксперименты, например, с Марией Оршич. Они пытались войти в контакт с миром духов, другими планетами, приблизиться к древним знаниям, и экспериментировать с алхимией и предсказаниями будущего. Мария Оршич — главный контактер тайного нацистского общества медиумов. Она утверждала, что связана информационным каналом с цивилизацией Альдебарана. По словам Оршич, от внеземной цивилизации были получены схемы летательных аппаратов, дисколетов, которые авиаконструкторы Третьего Рейха довели до практического применения. Они могли обсуждать возможность коммуникации на расстоянии, контактов с духами. Тогда интересовались разными летательными аппаратами. Возможно, позднее эти эксперименты принимали за НЛО. Есть доказательства, что общество Сатаны получало информацию о таких технологиях прямо из мира духов, или с помощью телепатического контакта с некими существами внеземного происхождения. Таким образом, это внеземные технологии. Во время встречи в Вартбурге провидцы пришли к общему мнению — Германия на пороге Большой войны. Они предсказали поражение Чехословакии и Польши в 1939-м, а Франции в 1940-м. Астрологи определили для нападения на СССР 1941 и 1946-й годы. Гитлер выбрал 1941-й, побоявшись, что потом Советы больше окрепнут. Предсказатели в один голос утверждали — нападать на Россию надо летом, не позже конца октября. Астрологи Гитлера, создавая ему астрологическую карту, делают совершенно гениальную ошибку. 22 июня в 4 часа утра 1941 года наступил праздник Ивана Купала. Ивана Купала — это праздник, который является праздником славянским. Праздником славянским и, мало того, по астрологической карте — это день, который полностью покровительствует славяну. Начинать в этот день войну с астрологической точки зрения — это заведомо обречь себя на провал. Кто строил астрологическую карту Гитлеру, чтобы объявить ему начало войны в день, стопроцентно несущий ему поражение? Великие предсказатели всегда пользовались популярностью у европейских правящих особ. Не стал исключением и Мишель Нострадамус. Он прибыл в Турин в 1556 году по приглашению царствующих герцогов Савойских и был назначен при дворе особым советником. Причиной такого внимания стало предсказание, которое Нострадамус сделал для новорожденного сына герцога Эммануила, который впоследствии стал одним из великих герцогов Савойи. Нострадамус был приглашен в Турин, потому что королевская чета не могла зачать ребенка. Он жил в Турине в доме, которого больше нет. Там был найден камень. Надпись говорит следующее. «Я жил здесь, где ад, чистилище и рай». По мнению эзотериков, эта надпись о том, что здесь и рай, и чистилище, и ад прямо указывает на эти два лица Турина Магического. Даже самые прожженные скептики признают, что город обладает особой энергетикой. Практически каждый дом, каждое строение охраняют мистические чудовища. Бронзовые и каменные львы, собаки, головы козлов, у которых из пасти вырываются змеи, бесы, драконы. Символы оккультных практик. Самыми зловещими называют двери дьявола. Легенда о двери дьявола очень интересна. Это дверь старинного дома 17 века. Хозяин его был богатым человеком при Савойском дворе, хотя начал карьеру со скромным доходом. В короткий период он становится очень богатым. Это является основой легенды. Сам факт обогащения за короткий срок может произойти только благодаря дьяволу. Дом, где они находятся, был построен Труки Дили Вальдиджи, служившим при дворе министром финансов. Говорят, что дверь с фигурой дьявола выросла на этом месте за одну ночь. Мы не знаем, заключил ли когда-нибудь Труки Дили Вальдиджи пакт с дьяволом. Он строит этот прекрасный дом, который долгое время остается без центральной входной двери. И вдруг за одну ночь ее ставят. Как будто это дело рук дьявола. В центре этой двери фигура дьявола, который держит во рту двух змей. Змеи – символ злых языков. Потом этот дом стал фабрикой. Там производят карты Таро. И раньше он был под номером 15. А 15 в картах Таро – номер дьявола. На этой карте всегда изображается дьявол. Между рогов у него часто рисуют звезду, которую в старину считали знаком зла. В руке факел с адским пламенем. Адское подземелье описывают все известные религии. Воротами в ад называют и древний замок Гауска, расположенный в Чехии. Вы меня спрашиваете, почему я так странно одет? Это вы странно одеты, особенно обувь. Как вы в этом можете ходить? Под замком ад. По преданию, замок Гауску соорудили, чтобы закрыть ворота в ад. Самое интересное в Хоуске, что там вам никто не скажет, как давно был построен замок и кто его построил. Вот это очень интересно. Но даже если отбросить легенды, объяснить цель строительства замка ученые не могут. Судя по записям, замок был построен еще в IX веке. Но почему на скале, вдали от дорог и границ, которые нужно было охранять? Говорится, что замок не был построен для того, чтобы обороняться от чего-то снаружи, а для того, чтобы из замка, нигде не указывается, что именно, не должно попасть наружу. Действительно, стены и башни зданий обращены вовнутрь, будто они защищают от внутренней, а не от внешней угрозы. Найти объяснение такому архитектурному плану не смогли до сих пор. В IX столетии под нами треснула земля, и из расщелины на свет Божий начали вылезать чудовища адские. Эту дыру невозможно было засыпать, и поэтому они ее заткнули сверху, поставили часовню, и часовню доверили архангелу Михаилу, который постоянно ведет битву против ангелов, сброшенных с небес в ад. Согласно легенде, под замком существуют врата, которые открывают путь в таинственные подземелья. Они скрыты под полом молельного зала. Возможно, поэтому люди здесь чувствуют себя плохо. Еще пару лет назад мы оставляли людей ночевать в замке, но нам пришлось это отменить. Люди не справлялись психологически, и мы не хотели создавать проблемы. По преданию, попасть в ад можно было, нырнув в колодец замка. Один из хозяев предложил осужденному спуститься туда. Взамен пленнику обещали свободу. Свободу обещали за рассказ о том, что он увидит внизу, после чего его обещали отпустить. Вниз опускали молодого человека, наверх подняли старого сумасшедшего. Внизу была адская вонь, дикие крики. Он не мог этого вытерпеть. Умолял, чтобы его достали наружу. Через несколько дней осужденный умер. Колодец решили засыпать, но камни пропадали в бездонной яме. Тогда на месте адского отверстия поставили часовню, на стенах которой нарисованы уникальные фрески. В Чехии левшей переучивали, и считалось, что это от дьявола. В часовне можно увидеть фреску левши, получеловека-полуживотного. Это единственная фреска во всем мире, на которой изображен леворукий лучник. Фреска 13 века. Может быть, именно такие существа и вылезали из этой трещины. Говорят, что подземелья замка до сих пор кишат демонами. Проверить это невозможно. Все входы замурованы. И каждый раз с заходом солнца в стенах замка не остается ни одного живого человека. Считается, что еще два входа в ад находятся в Турине. Турин называют городом сатаны. Но, скорее всего, это территория борьбы. Но есть некоторые места, которые приписывают сатане. Как, например, пьяца Статута. Говорят, что там врата ада. Есть в городе дверь дьявола. Но я повторяюсь, здесь территория борьбы двух сил. Добра и зла. Считается, что у Турина есть два центра. Их еще называют сердцами. Черное и белое. Пьяца Кастелло – площадь, которую называют белым сердцем Турина. Именно по пьяце Кастелло, по мнению эзотериков, между статуями Касторы и Палучче проходит земная граница добра и зла. Говорят, что есть географическая граница между белой и черной магией. Это подтверждается еще и тем, что на пьяце Статута было место казни, где приговоры приводились в действие. И именно там был найден некрополь. Рядом находится еще одно место, где вешали людей. Здесь на пьяце Статута под фонтаном сосредоточены все темные силы города. Фонтан Фрежус был установлен в 1879 году как памятник строителям одноименного альпийского тоннеля, который соединил Италию и Францию. Монумент сложен из громадных валунов, добытых при его прокладке. На вершине пирамиды – черный ангел. Очень любопытно проследить взгляд ангела пьяца Статута. Он смотрит прямо впереди себя через улицу Гарибальди и достигает другой площади Турина – Костелло, которая с одной стороны граничит с рекой По, а с другой – с церковью Гран-Мадре-де-Дио, на которой женщина в вуале держит бокал и смотрит в том же направлении. Можно верить или нет, но кажется, что три главных точки магии Турина смотрят одна на другую – пьяца Статута, пьяца Костелло и церковь Гран-Мадре-де-Дио. Мистические легенды утверждают, что ангел на самом деле – двуличный Люцифер, а звезда у него на лбу указывает, что здесь расположены врата ада, который может существовать в совершенно другом виде, чем его представляют нам религии. Адом могли называть аномальные зоны, входы внутрь Земли или даже временные порталы. Инициатором строительства тоннеля Фрежус выступил все тот же король Эммануил II, который увлекался мистикой. Он искал следы тайных учений не только в Турине, но и в окрестных Альпах, где, согласно легенде, хранятся древние артефакты. Вот и считается, что Турин до сих пор является центром каких-то тайных организаций, где проводятся тайные обряды. Причем эти обряды проводятся в Альпах. Люди уходят в горы, где там многочисленные пещеры, и в этих пещерах и в наше время продолжаются вот эти вот обряды, мистерии какие-то древние. Согласно легендам, столетиями древние реликвии хранили тайные общества. Еще в средние века эти организации владели знаниями, которые превышают современный уровень, но всегда держали это в секрете. Информация, какие-то способы воздействия на людей, древние знания, все это сила, но сила, которая нуждается в защите. Вот почему многие знания хранились в тайне. Это не только в древнем Египте, но считается, что вот эти общества появились впервые там пять тысяч лет назад в древнем Египте. По одной из версий, тайные общества получили от египетских жрецов нечто, называемое книгой власти. То есть знания, основанные на магии, психологии и секретной силе. Книга знаний, которая была обнаружена на шумерском камне, якобы такой философский трактат, в котором четко прописано прошлое и будущее, что было, то будет. И что, якобы заглянув в эту книгу, масоны могут четко выстроить план действий. Сверхсовременные летательные аппараты, радиоволны, антигравитация и сложнейшие технологические конструкции не вымысел древних летописцев. И сегодня это находит документальное подтверждение. Не исключено, что тайные общества всегда общались с инопланетянами. Мы вообще не знаем, откуда к нам пришли древние знания. Те же самые масонские легенды говорят о том, что когда-то давным-давно на нашу планету с двух созвездий, созвездия Ориона и созвездия Лебедя, прилетели совершенно разные две экспедиции. И они не стали воевать здесь, потому что они были дружественные и миролюбивые. А решили освоить Землю и создать здесь некий такой оазик. Сторонники теории палеоконтактов считают, что пришельцев из космоса древние жители Земли называли богами. Они обладали невероятными способностями, которые люди воспринимали как волшебство. Интересно, что когда-то в Турине стоял храм египетской богини Изиды, олицетворяющей магию. Сегодня на его месте построена церковь Гран-Мадре-Ди-Дио. Культ Изиды считался в Турине священным. Современные египетские ученые называют эту богиню высшей жрицей. В легенде говорится, что она владела так называемой полной магией. Изида использовала магический жезл для материализации и могла общаться с любыми духами. Это место с большой энергетикой. Эту особую энергию определили еще в древности. Построили там храм Изиды, где проводили египетские ритуалы. Он стоял на противоположном берегу реки По. Если считать, что Изида имела отношение к внеземным цивилизациям, то магический жезл она использовала для перемещения в другие измерения. Согласно древним преданиям, на Земле существуют некие звездные врата, которые соединяют нашу планету с другими мирами. Их еще называют местами силы или местами с повышенной энергетикой. Эти зоны находятся в узлах так называемой кристаллической решетки Земли, которая постоянно смещается в зависимости от магнитного поля планеты. Поэтому и места силы перемещаются или рождаются вновь. Земля имеет четыре главных геологических разлома, которые существуют от того, что Земля, во-первых, и прибавляет в своем радиусе, и она подвижна. Но эти дольки, они немножечко еще и как бы имеют смещение. Известно в истории Земли вот разговоры о смене полюсов там и так далее, определенный период, когда вся эта система как бы встрагивает. В местах силы можно не только ощутить абсолютную гармонию, но и заболеть непонятной болезнью и даже умереть. Череда загадочных смертей археологов, известная как проклятие фараонов, сопровождала вскрытие египетских гробниц, могилы Тамерлана в Самарканде и захоронения Казимира Великого в Кракове, а также мумии Эци, древнейшего альпиниста возрастом в 5300 лет в итальянских Альпах. Я занималась и изучением расположения и возникновения цивилизации, каких-то религий там и так далее. Это привязано именно к этим мощным активным зонам. Установлено, что в местах силы часто происходят различные аномальные явления. И связаны они с выходом из Земли энергетических потоков. Как полагают исследователи, такие места могут быть проходами в параллельные миры, где неизбежны контакты с некими сущностями, плазмоидами, призраками и необъяснимыми явлениями. Самым сильным энергетическим городом мира, заряженным как положительной, так и негативной энергией, считается именно Турин. Этот статус он получил потому, что географически находится одновременно на вершинах треугольников белой и черной магии. Согласно традиции, магический треугольник, как нам рассказывают, связан с тремя городами белой магии и тремя городами черной магии. На самом деле, третий город, который относится и к той, и другой магии, это и есть Турин. Территория борьбы этих двух магических течений. Треугольник белой магии, по легенде, состоит из Лиона, Праги и Турина. Для черной магии Лондон, Сан-Франциско или по другим источникам Нью-Йорк и Турин. Эти треугольники разные по размеру и форме. Кто определил их границы и от чего они сходятся именно в Турине, неизвестно. Почему египтяне рвались туда? Ведь это все-таки от моря еще надо было много километров пройти. И все-таки эта египетская экспедиция все-таки достигла этой местности. По преданию, они должны побывать в этой точке. Очевидно, это может быть разлом земной коры на какой-то солидной глубине. Оказывается, что нанеся на карту эти два треугольника, мы получим третий, маленький треугольник, который расположен между Турином, Леоном и Женевой. Здесь черные и белые фигуры накладываются друг на друга. А значит, в этом месте должна находиться самая сильная энергетическая точка земного шара. Конечно же, история знает много случаев, когда вот города, местечки, различные селения, образованные на каких-то разломах. И, естественно, эти разломы воздействуют на людей. Ну, проще всего можно предположить, что это выход каких-то подземных газов. Мы знаем много городов и селений, где, так сказать, процветали оракулы, предсказатели, и делали это именно под воздействием вот этих вот подземных газов. Что ж, вероятно, вероятно, такое могло быть и в том селении, которое мы сейчас называем город, процветающий итальянский город Турин. Невероятно, но именно в этом месте построен самый крупный проект современной цивилизации большой адронный коллайдер. Одна из целей его создания – изучение процесса взаимодействия вещества и антивещества, в результате чего выделяется колоссальное количество энергии. Вот насчет энергетики. Люди все были из других районов Италии. Там один из Рима, один из Палермо. И, по-моему, даже не впервые туда попали. Вот в первые дни какое-то мучительное ощущение было. Дискомфорт, какая-то подавляющая воля что-то. Но потом, со временем, это проходило. Фон радиоактивный был в некоторых местах повышен. Причем там колебания были не однородные, а вот в этом треуголье где-то зашкаливало за норму. Так может, на пересечении треугольников черной и белой магии находятся некие звездные врата? Переход в параллельные миры. И потому это место излучает столь невероятные энергетические потоки. Если это так, то ключом к ним является священный Грааль. И отыскав его, земляне наконец-то получат доступ к величайшим тайнам Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok